Очень срочно нужно было создать файл, ну например в Word. Открыли Word, быстро-быстро что-то написали, нажали файл, сохранить, сохранили. Все, закрыли Word, отвлекли, пошли что-то делали, вернулись к компьютеру, где файл. Как сохранили, под каким именем, как его искать, что помним. Помним только, что в Word его делали. Самый простой способ, открываем Word, файл, и вот здесь в меню файл есть последнее. Вот наш файл, вот мы его открыли. При этом можно посмотреть сведения о файле, и вот здесь можно увидеть, открыть расположение файла. И вот здесь мы видим этот файл. По умолчанию Word сохраняет файл под именем первого текста, который мы написали. И уже здесь мы можем, ну просто посмотрели расположение, но переименовать его мы здесь не сможем. Обычно такой простой способ, сохранить как, и вот теперь внимательно уже сохраняете, либо на рабочий стол, либо в нужную вам папку, и уже задавайте то имя, которое вам нужно. А тот файл, вы уже посмотрели, где он находится, запомнили, запомнили, можете вернуться в ту папку и удалить его. Точно такие же функции есть практически во всех программах, не только офисных и графических. То есть везде есть последние файлы. Такой простой способ, но оказалось, что не все его знают. Спасибо за внимание.